3, 2, 1, Тяньчжоу-13 16 октября прошлого года, через 9,5 часов после запуска, экипаж миссии «Шэньчжоу-13» прибыл на китайскую орбитальную станцию. На трёх тайконавтов была возложена задача по проверке ключевых технологий станции. В том числе они должны были отработать перенос грузового космического корабля «Тяньчжоу-2», роботизированный рукой-манипулятором. Первое для Китая решение подобного рода. Если перемещение завершится неудачей или эта функция будет недоступна, возможности по строительству нашей орбитальной станции будут ограничены. Эта технология – настоящий прорыв, который нужно совершить для завершения строительства. Экипаж «Шэньчжоу-13» провёл и эксперимент по ручной стыковке «Тяньчжоу-2» с китайской космической станцией. Ручное дистанционное управление, резервное средство автоматического сближения и стыковки для прибывающих на станцию космических аппаратов. В ходе миссии участники экипажа дважды выходили в открытый космос. Они установили и настроили подвесное устройство для связи роботизированного манипулятора модуля «Тяньхэ» с роботизированным манипулятором лабораторного модуля «Вэнтянь», который прибудет на станцию в будущем. Также был установлен каскадный адаптер для манипулятора «Вэнтянь». Тайканавты подняли панорамную камеру, установили опоры для будущих монтажных работ и провели тесты оборудования. За время пребывания на орбите экипаж «Шэньчжоу-13» установил серию рекордов в китайской космонавтике. Они первыми отпраздновали Новый год и праздник весны в космосе, а также провели выставку живописи и прочитали лекцию с орбиты. Мы также надеемся расширить образование в области космонавтики, чтобы познакомить простых людей с космосом и нашей жизнью. Мы вместе почувствуем красоту космоса. По плану, к концу 2022 года китайская орбитальная станция примет экипажи космических кораблей «Шэньчжоу-14» и «Шэньчжоу-15», состоящие из шести тайканавтов. Они будут вместе работать в космосе в течение недели. Во время пребывания на орбите экипаж «Шэньчжоу-14» станет свидетелем прибытия двух лабораторных модулей. Экипаж «Шэньчжоу-15» отправится на космическую станцию до конца этого года и присоединится к экипажу «Шэньчжоу-14». Это будет очень волнующий момент. К тому времени космическая станция будет состоять из трех модулей – двух пилотированных космических кораблей и одного грузового корабля – и иметь общую массу около ста тонн. На борту космической станции будет размещено большое количество устройств, предназначенных для проведения экспериментов, которые охватят такие сферы, как наука жизни, биология, материаловедение, свойства жидкости в условиях невесомости и фундаментальная физика. Космическая программа Китая открыта для других стран и организаций. На орбитальной станции зарезервированы стыковочные порты для возможной реализации совместных проектов с иностранными государствами. Стороны могут проводить совместные эксперименты и развивать сотрудничество на уровне космических моделей. Это очень серьезное достижение. Орбитальные станции, которые запускались, это большие космические проекты, требующие очень больших возможностей в космосе. То есть это не просто запустить спутник, это много сложнее, пилотируемые полеты, тем более строительство в космосе. И таких станций не так уж и много. Вот у МКС, а теперь станция Китая. Хорошо, что разные страны этим занимаются, это разный опыт и, в общем-то, продвижение вперед. А вот что планируется, что возможно, так это проведение экспериментов наших на китайской станции. Китай предлагает такие эксперименты. Я знаю, что наши такие вещи готовят. Ожидается, что строительство китайской орбитальной станции будет полностью завершено к концу этого года. Ряд стран уже передал Китаю заявки на организацию работы их космонавтов на китайской станции. Планомерная, последовательная и очень быстрая – так охарактеризовал развитие китайской космонавтики российский космоблогер Дмитрий Алиферович. То, что за неполные 20 лет китайскую скилл сделать в пилотированной космонавтике, на самом деле, прям очень важные шаги. И, конечно же, их вершиной на сегодняшний день является создание своей многомодульной научной лаборатории на околоземной орбите, которая, по словам представителей Китайского космического агентства, будет открыта для международного сотрудничества и даже, как я прочитал, для космических туристов. То есть, конечно же, когда будет достроена станция на степени, на 400 километров, это будет очень-очень важный шаг не только для китайской, но и для мировой космонавтики. Такого же мнения придерживается и руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Это очень такое серьёзное достижение. Орбитальные станции, все, которые запускались, это большие космические проекты, требующие очень больших возможностей в космосе. То есть, это не просто запустить спутник, это много сложнее, пилотируемые полёты, тем более строительство в космосе. И таких станций не так уж и много. Вот МКС, а теперь станция Китая. Хорошо, что разные страны этим занимаются, это разный опыт и, в общем-то, продвижение вперёд в космосе. Эксперты рассказывают, что две страны в последние годы укрепляют сотрудничество в освоении космического пространства, в том числе в изучении естественного спутника Земли. В прошлом году Россия и Китай объявили о дорожной карте по совместному исследованию Луны, причём исследованию неодноразовому, исследованию долгосрочному, рассчитанному на десятилетия. И в рамках вот этой программы планируется создать совместную российско-китайскую лунную исследовательскую станцию. По сути, это будет не какая-то одна станция в какой-то одной точке лунной поверхности, это будет расстреоточенная группировка аппаратов на поверхности Луны, на лунной орбите, которые совместно будут заниматься сбором данных, научных данных о нашем естественном спутнике, чтобы создать совместную базу научных знаний по Луне, которая пригодится в том числе и для её последующей колонизации человечеством, для всей планеты. Вот эта вот станция, о которой в меморандуме описано, она вот описывается то, что будет совместная работа по автоматическим станциям и в перспективе на посещение человеку Луну. И всё это концентрируется территориально в одном месте в районе Южного полюса Луны. Там ожидают найти воду. Точнее, индейцы уже нашли там воду, ну, более конкретно использовать эту воду там на Луне. Потому что для того, чтобы, скажем, килограмм хоть воды вывести на куземную орбиту, это стоит 20 тысяч долларов, то есть вода резко дорожает. А на Луну ещё в десяток раз дороже. А если добывать там, то это будет уже экономически эффективно. Вода потребуется и для бытовых нужд, и для получения кислорода и водорода, которые можно использовать для создания ракетного топлива. А оно в перспективе пригодится для дальнейшего освоения космоса. И, в общем-то, Луна — это источник сырья. Чего в космосе мало, так это материя, материал. Он пустой. Чтобы там что-то делать, чтобы там двигаться, нужна материя. А материю нужно брать не на больших планетах, с которых её трудно поднять, Земля, Марс, а именно с маленьких тел, с астероидов, с Луны, со спутников Марса. Вот оттуда можно брать материю. И основное преимущество, что она очень близка. В сравнении, скажем, с другими астероидами и прочее. Эксперты уверены, что проекты по освоению Луны станут только началом для ещё более масштабной совместной работы в будущем.